Караоке-майстер-классы по приготовлению национальной ежи и новинка сезона «Белорусская мова для замежников». У Гродни распочала прасу традиционная летняя школа по выучению русской мовы. Великую Магутную, а у додаток и мелагучную Белорусскую, этим разом приехали выучать свыше 50 замежников с 12 краин света. Эки сюрпрызы приготовили для их у Гродни у видеоматериаля. Супрацовник Европарламента с Бельгии, журналист с Германии, выкладчик с Испании. И еще 50 замежников с 12 краин света приехали у Гродно прокачать свою русскую мову. Стартовый узровень во всех разный. Одни только начинают выучить литеры, другие уже готовы спевать русские песни. Дорогие факультеты у караоке по-русски уже третий год бьет рекорды популярности. Все лето замежников у Гродни так само научить готовить стравы национальной кухни, запросить на серию экскурсий по краине, а я ще пропонують выучить и белорусскую мову. Желающих много. Мы очень волновались, предлагая эту услугу. Мы не знали, получится ли у нас этот проект, будут ли желающие, потому что белорусский язык не такой распространенный в мире. Оказалось, что мы были неправы, и это приятно нас удивило. Сами студенты такую насыщенную программу оценили высоко. На занятках можно подтягнуть складанные моменты в выучении русской мовы, например, граматику, а подчас экскурсий и мастер-классов окунуться у бытовое мовное асяродье. Я изучаю русский язык 4 года, и я решила изучить этот язык, потому что это очень интересно. Я хотела изучить русский язык, потому что моя мать изучала русский язык, и тоже, потому что я думаю, что русский язык очень хороший язык, прекрасный язык. Занятки у летней школы Купаловского университета продолжатся три тыдни. Гэтага часу достатково лечат специалисты, как подтягнуть мовный узровень, а главное – замотивовать на выучение мовы далей. У каждого из них сильная мотивация для изучения русского языка. У кого-то, как у студентки Штефани из Германии, жених находится в России. Конечно, для нее мотивация – это разговаривать с семьей жениха на русском языке. Кто-то хочет делать свой бизнес, кто-то хочет стать спортивным комментатором. То есть русский язык ему нужен для своей профессии. Поэтому я думаю, что когда есть большое желание, терпение и труд, как говорится, все перетрут. А последние занятки третьей летней школы русской мовы у Гродни пройдут 25-го жнивня. А лево университете уже распачата подрыхтовка до зимовой и наступной летней мовной практики. После каждого выпуска в программу уносятся корректировки, как с каждым годом рейтинг Гродзенской школы только рос.